Друзья, всем добрый день! С вами снова Марина Бартль, ваш гид в Кёльне и Рейнландии. И сегодня я стартую новую серию видео «Кёльнцы о Кёльне». В этой серии ко мне в гости будут приходить кёльнцы, как те, которые здесь родились и выросли, так и те, которые приехали сюда совсем недавно, так называемые ими, иммигранты, как говорят, кёльнцы. И эти жители будут показывать нам свои любимые места. И сегодня у меня в гостях мой коллега Анатолий. Привет, Анатолий! Привет, Марина! Спасибо, что нашел время сегодня для меня, чтобы совершить эту прогулку по твоему любимому району и показать сегодняшний твой Кёльн. А можешь коротко представиться для моих зрителей и рассказать, как давно ты вообще в Кёльне и сколько районов ты поменял в городе? Меня зовут Анатолий, я живу здесь с 2003 года. И так получилось, конечно же, тогда не специально. Я как только приехал сюда, в Кёльн, я поселился в этом районе и больше никогда его не покидал. Как-то он мне сразу же лег на сердце, и я живу в нем вот уже 17, 18-й год. Ого! А чем он тебе так понравился? Ну, во-первых, он очень атмосферный, он интернациональный. Здесь каждые твари попали, как говорится, вот, плюс в нем множество замечательных мест, исторических, и самое главное, ну, это 10 минут, и я у Кёльнского собора. Скажи, мы, наверное, не случайно встретились здесь, я смотрю, это очень атмосферное место, и если бы меня сюда привезли и не сказали, что я в Кёльне, наверное, я никогда бы и не подумала, что это Кёльн. Почему мы встречаемся здесь, что здесь такого особенного? Конечно, Марин, я не просто так сюда пришел с тобой, потому что, вот если мы их посмотрим, да, возникает ощущение какого-то маленького городочка замкнутого. А ведь это рабочее общежитие, Якоб Паленберг построит его, и в январе 1907 года сюда заедет первый человек. Рабочее общежитие? Рабочее общежитие. Пойдем посмотрим. Когда-то здесь висели ворота деревянные в 1907 году. Якоб Паленберг был очень богатый и известный фабрикант мебели. Если ты же любишь ходить в музей МАКС, музей прикладного искусства, там есть множество вещей в его мастерской. Он был один из богатейших людей, дело свое возьмет от отца Ягана. Вот. И самое удивительное, что он этого ничего не увидит. Он умрет в 1900 году, путешествуя в Каире. Его тело из Египта доставят сюда, чтобы похоронить на Мелатонском кладбище. Он завещает гигантскую сумму 800 тысяч золотых марок городу. Из них 200 тысяч выделено на то, чтобы построить вот это. Вот этот маленький городок для пожилых, отработавших у него людей, инвалидов, одиноких. Он построит, притом архитектор Вебек получает задачу, это все еще при жизни он запланировал, построить такую вот деревушку разного стиля. Поэтому, если мы увидим здесь фахерковый домик, вон там стоит, например, башенка. 19 домов с закрытой территорией, с красивым садиком, как социальное жилье. Поэтому и носит название Яков Паленберг Арбайдсхайм, общежитие для рабочих. Он не доживет до начала даже строительства. Архитектурное решение Вебеку дала возможность построить такие разные стили. Вот видишь, второй этаж, фахверк, который делают все с отдельным входом. Не очень большое жилье, конечно, было. Вот в доме 13 поселился в 1923 году семья из 9 человек. У них 60 квадратных метров всего лишь в этом домике. Ты представляешь? Вот в этом? Да. В этом домике 60 квадратных метров на одну семью. Их было 9 человек. Притом, нынешний 90-летний мальчиком въехал сюда, он до сих пор здесь живет. До сих пор. Бывший работник Форда. Сейчас мы дойдем до самого первого домика, в который вселится первый житель. Его внук живет в этом доме до сих пор. То есть 114 лет. Практически не меняются здесь владельцы. То есть это все наследники тех работников Паленберга? Работников, да, Паленберга. Город потом будет создан еще в 1907 году, который будет выделять таким заслуженным работникам. Конечно, кто-то доставался и по блату, например. Вот первая квартира, это как раз, можно сказать, по блату нужен был главный хозяин этого комплекса. То есть тот человек, который будет управляющий. Да, не мог вспомнить русское слово фервальтер. И первый управляющий получит служебную квартиру, в которой до сих пор проживают его наследники. Вот в этот домик, сейчас мы к нему поближе подойдем, хотя проект был рассчитан на большее количество домов, примерно 40 планировалось их построить. Но закончится все на 19, потому что потом Первая мировая война, потом послевоенная инфляция. А потом забыли, куда ушли деньги Паленберга, как это часто в Кельне бывает. Как это часто бывает, да. Слушай, действительно, очень такой классный уголок. А как тут, собственно, квартирку можно получить? Да никак. Здесь либо живут те, кто из поколения в поколение проживает. Я уже говорил, что поселившиеся вот сюда в 13 дом в 27 году один человек, семья уже третье поколение здесь вырастает. Ну, или нужно знать бургомистра. И по какому-нибудь большому-большому блату, в Кельше Клюнге, как называется, можно найти возможность здесь маленькую квартирку найти. Здесь до сих пор еще очень низкие цены. До сих пор всем этим поселением управляет специальный созданный фонд еще в 20-е годы. Фонд, принадлежащий Кельнскому самоуправлению. Поэтому эта задача не из простых. Да, я думаю, здесь обычно меняются они только на своих родственников, ну, или на очень близких знакомых. Здесь тихо, уютно, при том, что ровно там в 500 метрах отсюда носится трамвай. Бегают люди, магазины, а здесь ты находишься как в маленьком-маленьком райском уголке. Да, на островке. Они здесь, конечно же, так им живут, они все друг друга знают. Появление постороннего, как нас с тобой, видишь, сразу же вышел пожилой дядечка, очень добродушный, побеседовать с нами. Но заметил, чужаки, зашли чужаки. Единственный вход практически официальный здесь в него. Ну, вот это как бы, это часть кельнской истории, это часть того, что мы называем, вот, кельнским патриотизмом, если я говорю о якобы Паленберге, который не унесет с собой в могилу, а ставит массу следов после своей жизни. Вот, и говорю, мы можем полюбоваться, кстати говоря, в музее Валера Фрихардс музея вести портрет его отца. Очень любопытно, и мне очень понравился этот уголок. Часто ты сюда приходишь гулять? Или есть у тебя еще в Нипосе другие излюбленные места для прогулок? Ну, есть, конечно. И отправимся сейчас в следующее место, в Альтенбергхоф. Толь, твой Нипос вообще огромный. Мы прошли от одного любимого места до другого почти 2 километра. Ну, ножки размять, хорошо, в карантин. Скажи, насколько вообще это большой район, он густонаселенный, я по дороге заметила, да, и это исторический вообще район Кельна? Вообще, мы как раз пришли к истории. Нипис, деревня, до аж 1890 года, по-моему, да. До конца 19 века. До конца 19 века пригороды, когда город начинает расширяться за крепостные стены, деревня Нипис, как Фордорф, так она называлась, ну, преддеревника. И вот это вот местечко, которое упоминается тысячу лет назад, мы к нему и пришли, Альтенбергхоф. Ну вот, вот мы идём к тому, что осталось, конечно же, от монастыря. Историки утверждали, что здесь вообще был Каролинский двор в 8 веке, но первое письменное упоминание об этом местечке относится к 12 веку. Подожди, мы проходим по дороге, такое интересное место, я смотрю, столько много людей играют, они каждый день здесь играют, или что это вообще за сборище? Это очень популярное место в нашем Ниписе, здесь собираются все любители игры в буль. Буль или питанг, иногда её называют, это такая пришедшая из Франции, скорее всего, французские товарищи-солдаты революционные нам притащили её. Собирается здесь всегда народ в выходные, здесь соревнования проходят, пьют пиво, гуляют, даже несмотря на карантин. Если ты помнишь, у нас пока ещё действует правило жёсткое, не больше двух домохозяйств, вряд ли они здесь два домохозяйства, вот. Азартная, невероятно. Смотрите, они вымеряют. Даже с линейкой что-то меряют с ума сойти. Да, там нужно этот маленький шарик выбить своим шаром, это какая-то очень сложная система. Я два раза играл, но мне... Удалось выиграть? Нет, но азарт был совершенно сумасшедший. Я вспомнил детство, когда мы играли в свинцовые выбивалки, как-то оно называлось. Нет, нет, металлическими, мы битами выбивали какой-то камушек, шарик. Ну, в общем, здесь они собираются. Очень-очень с удовольствием. Да, конечно же. И вот это одно из таких мест, тоже Ниписы, где то, что называется... Ох, как красиво! Да-да-да, вот такой двор бывший, посмотрите. Посмотри, ты сразу же узнаёшь, что это структура закрытого двора, монастырского двора, хозяйства, конечно. Вообще здесь в XII веке первый раз письменно упоминается сельскохозяйственное подворье, большое подворье. Притом, Марина, наверное, тебя удивит, но вот здесь проходил рукав Рейна. Здесь? Вот здесь, вот там, где сейчас такая красивая зелёная лужайка, где проходил рукав Рейна, это известный по документам, связанным со спорами по вылову рыбы у этого хозяйства. Меняя несколько раз частных владельцев, в 1432 году будет куплен Альтенбергским монастырём цистерианским. Вот тот знаменитый монастырь в Бертических землях, он такой, у них филиал такой здесь. Здесь хозяйский двор, здесь вот это, например, сейчас здание, где может провести прекрасный совершенно концерт или мероприятие. Здесь, кстати, репетиционная база для симфонического оркестра флора. То есть человек 500 точно вмещается. Это уже после реконструкции сделано. Здесь великолепный ресторан, который, когда работает масса замечательных мероприятий, живая музыка. Вот сюда повернись, здесь бургер-центр Нипис. Вот одно из самых таких знаковых мест. Здесь и свой театр, и группу пожилых там, вот видишь, там какие витринки. Это они там лепят, шьют и так далее, и так далее. Здесь, конечно же... То есть как социальный центр такой, куда могут прийти родители. Да, вот можно сказать, дом культуры района. Смотри, мне понятно, что это место вообще очень историческое, и название теперь понятно. Альтенбергерхоф, да, ты очень здорово объяснил, что это оказывается филиал. Альтенбергер дома, собора, который находится недалеко от Кёльна. Ну, а, собственно, почему ты любишь это место? Ты лично как бы, ну, кроме истории. Комфортная обстановка, если вы убедились, да. Совершенно замечательное кафе, масса мероприятий, театральные выступления, джазовые концерты. Всё это происходит во дворе, когда футбольные чемпионаты. Здесь ставит большой экран, здесь масса народу. Такая местная тусовка. То есть, можно сказать, это такая местная гостиная, то есть гостиная района, и люди с района приходят сюда постречаться, кофе попить, пообщаться. Вот, такое творческое. И творческое. Здесь много музыкантов, вот они прямо сейчас все между нами с контрабасами, со всем чем гуляют, собираются, беседуют. Так, нахвалил это кафе. У меня, если честно, уже потекла слюна. Давай хотя бы кофейку, что ли, возьмём. Не только кофейку. Здесь ещё подают совершенно роскошный малиновый тарт. Субтитры делал DimaTorzok Ну что же, Анатолий, попробуем твой хвалёный малиновый тарт. Действительно божественно. Я поняла, что твой НИПС огромный. А что бы ты ещё посоветовал посмотреть в этом районе? Ну, я старался показать то, чего нет в других районах, да. Ну, конечно же, ещё обязательно нужно пойти на Кёльнский ипподром. Ипподром действующий? Действующий, конечно. Ну, сейчас из-за коронавируса, из-за эпидемии, конечно же, он закрыт. Но вообще, это совершенно потрясающее место. Его открыли больше 130 лет назад. Там совершенно удивительная атмосфера. Я, в общем, не азартный человек. Я туда часто очень хожу, просто почувствую атмосферу. Да, мы в шляпах, бегают, ставят ставки. То есть до сих пор, это не вчерашний день, до сих пор у нас есть скачки в Кёльне? Конечно. Они не каждую неделю, это бывает там, по-моему, раз в месяц. Но я всегда слежу за... Ну, так как я живу рядом с ипподромом, поэтому я всегда вижу, когда начинаются скачки. И это потрясающий праздник. Там 15 тысяч человек собираются, жареные колбаски, пиво. Ну, как всегда, как любят немцы, конечно. Бабушки 90-летние, которые носятся и стоят в очередь в кассу, чтобы поставить ставку. Это волна схлынет, отхлынет. И каждые 30 минут за бег лошадей можно посмотреть. Обязательно показывают. Там вообще всегда атмосфера праздника. Ипподром великолепен в этом отношении. Плюс ко всему там еще и всегда проходит блошинный рынок, именно антикварных вещей. Ты с такой любовью рассказываешь о своем НИПОСе. Я поняла, что ты любишь жить в этом районе и, собственно, переезжать никуда не собираешься отсюда. Нет, я переехал только внутри района. То есть 300 метров я поменял одну квартиру на более хорошую квартиру. Но из этого района уезжать никуда не хочу. Чем объясняется? Я уже тебе говорил, что мультикульт – это вот слово, которое в разных ипостасях используют. Здесь очень много иностранцев проживают. По многу, там, десяти поколениями. Здесь всегда атмосфера такого интернационального города, коей им является наш Кельн. То есть нет никаких распри между немцами и иностранцами? У меня под окном культовая пивная немецкая с музыкой, с историей. А во дворе его мечеть. Я могу слышать музыку, которую перебивает голос мулы. То есть карнавальные песни по звуке мулы. Да, меня это не трогает. Да, нет, серьезно. Вот они прямо под окнами у меня. Я могу видеть, как на пятничную молитву идет народ. И до центра, как ты говорил, тоже очень близко. А до центра я сажусь, и 11 минут я выхожу... Ну, 15 минут я выхожу около собора. Но я никогда там... Я обычно раньше выхожу около Айгельштайн. Вот как раз ты делала на YouTube-канале свою передачу об Айгельштайн. Это тоже мое любимое место. Кстати, да, если вы еще не видели мое видео о районе Айгельштайн, я вам оставлю ссылочку на него в тексте. Проходите, смотрите. Вот. Так что любим мы с тобой очень много одинаковых вещей в этом совершенно замечательном городе. Мне кажется, что многие наши с тобой слушатели пошли бы на экскурсию по Нипсу. Ты готов вообще погулять живых, настоящих людей, скажем, по твоим районам? Когда начался первый карантин еще, вернее, я успел поработать в промежутках между ними. И вот на осень как раз готовил тематические экскурсии, включая прогулку и по своему любимому Нипису. Но, к сожалению, все пока остановилось. Будем ждать, надеяться. И, конечно, я с удовольствием поведу своих туристов по моему любимому району. Друзья, если вы живете в Кёльне и в ближайших окрестностях, смотрите за анонсами, как только откроют наши внутренние границы, как нам разрешат водить экскурсии, мы объявим об экскурсии по Нипсу и будем ждать вас к нам на прогулку. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ